Приветствую вас на канале компании International Business. Меня зовут Ирина Яновская и это наши регулярные новостные выпуски. Сегодня я поделюсь последними новостями, связанными с ослаблением карантинных мер в Польше. Локдаун в Польше завершен. 1 февраля вступила в силу решения польского сейма об ослаблении ряда социальных и экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Так, с этого дня свою работу возобновили все торговые точки, представители которых продают непродовольственные товары. Кроме этого, свою работу возобновили все музеи, художественные галереи и отделения почты. Все перечисленные объекты будут работать в строгом санитарном режиме. Посещение торговых центров, музеев и других объектов обязательно в защитных масках как для сотрудников, так и для посетителей. Глава канцелярии, премьер-министр республики Польша Михал Дворчик заявил, что 31 января в республику доставили вакцину от COVID-19 Moderna в размере 42 тысяч доз. Кроме этого, в Польшу будет доставлено 321 тысяча доз вакцин от производителя Pfizer. Михал Дворчик также сообщил, что до 10 февраля в стране ожидают еще поставку вакцин от AstraZeneca, которая была разрешена в ЕС на прошлой неделе. Ранее я делилась заявлением главы канцелярии о том, что вакцинироваться в Польше сможет каждый человек, проживающий на территории страны легально и имеет ВНЖ, ПМЖ или карту поляка. Поэтому, если у вас есть карта поляка и вы учитесь, работаете или проживаете в Польше, у вас есть возможность бесплатно получить качественную вакцину от COVID-19, одобренную Европейской комиссией. На этом у меня все. По вопросам оформления гражданства ЕС и пересечения европейских границ обращайтесь к юристам компании International Business. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить важную информацию, связанную с иммиграцией, а также ставьте лайки и пишите свои вопросы в комментариях. С вами была Ирина Яновская. Увидимся!